Всем привет! Сегодня 31 марта. Решила заснять всю свою рассаду на подоконниках, потому что надеюсь, что числа 15-20 апреля я буду потихоньку ее вывозить в теплицу. Начну, конечно же, с лука, сельдерея, но потом уже поедут у меня томаты и перцы. Итак, на этом окне у меня растут перцы и томаты. Окно занавешено сеткой вот такой. У нас как второй день светит солнышко, и чтобы не было ожогов на молодой листве, я занавешиваю. В этом году вот такая сеточка у меня, она как москитная, на все окно полностью у меня завешена. В прошлом году у меня не было такой сетки, я просто вешала марлю, и тоже достаточно хорошо получается. Сейчас уже в течение, наверное, недели открываю окошко, ставлю на микрощель, на целый день, если, конечно, так более или менее тепло. И у меня здесь рассада дышит. Даже рассада у меня находится под лампами. Итак, здесь томаты. Они посеяны 13 марта. Рассадила по пакетам я их 28 марта, буквально совсем недавно. Я их еще после пересаживания даже не поливала. Но каждый день рыхлю обязательно, потому что рассадуя свою небалую покупную землю, земля моя, она более, конечно, тяжелая, поэтому нуждается в рыхлении. И подхожу, рыхлю. Здесь ничего сложного нет. Здесь у меня перцы сладкие. Перцы я посеяла 9 марта, а пересадила по пакетам я их 27 марта. Тоже буквально недавно. Тоже еще ни разу не поливала после пересадки. Полив я буду делать через 1 или 2 дня. Здесь у меня тоже перцы. Это перцы у меня Аромира. Вот такие они уже большие. Это еще побольше. Здесь у меня томаты. Посеяла я их 11 марта, а пересадила по пакетам 25 марта. Томаты у меня все высокорослые, предназначенные для теплицы. И я еще посеяла несколько штук. Штуки, наверное, 3 или 4. Это низкорослые, супер раннеспелые. Это я буду подсаживать их в ноги в теплицу, к высокорослым томатам для раннего урожая. Вот так они все выглядят. Тоже обязательно орыхлю. Так, чем поливаю? Значит, гуматкалия я делаю раствор, поливаю после пересадки. Это буду поливать эти маленькие все растения. Уже вот такие растения я подкармливаю. Данные томаты я подкормила один раз раствором биогумуса. Это концентрат. Такие пока небольшие растения поливаю непосредственно сюда. А уже такие растения, как ромира крупные, я поливаю в поддон. Но так как перцев крупных у меня мало, я их выставляю в плошки, ставлю в ванную и поливаю прямо в ванной. По голове поливаю и в саму плошку. В общем, делаю такие банные дни раз в неделю. Крупные растения поливаю два раза в неделю. Такие вот, как томаты мелкие, вот такие я поливаю один раз в неделю. Но очень хорошо. Батареи давно отключены в квартире, но влажности растений мне хватает. Поэтому из распылителя я каждый вечер в будни орошаю растения водой, в которые разбавляю небольшое количество хлореллы. На выходных, конечно, получается чаще и два, и три раза. Я посмотрела записи прошлого года и рассаду томатов я уже высадила в теплицу 31 апреля. Но в прошлом году я и сеяла их раньше. Все-таки рассада была по прошлому году чуть переросшая. В этом году я посеяла чуть позже, но высадить хочу в этих же числах. И в пакетах еще расти месяц. Конечно, по мере роста я буду подсыпать землю. И надеюсь, что в этом году у меня будут растения такие, какие нужно. Потому что все-таки вырастить хорошую рассаду, это значит получить хорошее урожай качественное. Персы по прошлому году высаживала. Я сейчас не вспомню, но в первых числах мая. Наверное, первого, может быть, или второго мая. И месяц еще расти в пакетах, поэтому вырастут так, как мне нужно. Следующий подоконник. Растения находятся под лампой. Растут высокорослые томаты. По рассадным пакетам я их рассаживала 25 марта. И пару кустов, это раннеспелых, низкорослых. Затем в цветных стаканчиках у меня здесь лаванда. Это я буду отдавать ее. Вот такая классическая. Вот так она уже выглядит. Кустица начала. Все хорошо. Это моя питунья. Я в этом году очень довольна, что я посеяла небольшое количество. Вспоминая прошлый год, просто голова болела, куда ее вообще рассаживать. Я ей дарила и отдавала. И все равно ее у меня было много. А в этом году вот сколько нужно, столько и сейчас есть. Уже несколько штук я тоже подарила. А вот это все количество оставила себе. Очень довольна. Хорошая питунька. Она кустовая. Вот. Это сорт пурпурная, превосходная. Ни одну питунью еще не прищипала. Вот так она кустиком, таким аккуратненьким растет. Замечательная. Это сорт Праганаде. Это фиолетовая. Вот такие у нее листики вытянутые. Продолговатые. Дальше у меня еще есть сатин. Такой маленький аккуратный кустик. Это розовая. И очень, конечно, плоховато взошла белая питунья. Крайкови. Зовой. Всего лишь три штуки у меня. Достаточно. Даже не переживаю. Сеяла я ее 24 февраля. Здесь же у меня сидит псевдолаванда. Вот такая английская лаванда. Сеяла вообще-то я. А выросла вот такое растение. Вот. Сейчас покажу. Уже я показывала. Ну вот. Выжило одно. Взошло четыре штуки. И выжило одно растение. Вот. Но тоже вот по-прежнему оно капризное. То лист бледнее, то еще что-то у нее. То подсыхает. В общем, уже замучилась. Вот из четырех осталось одно. И все. Пропадет не жалко. Честное слово. Уже устала за ней ухаживать. Она столько времени отнимает. Здесь же у меня еще посеяна лаванда. Покажу вот такая. Голубой простор. Взяла из-за цвета цветков. Очень красивые голубые цветы. Вот так она выглядит. Конечно, уже всходит похуже. Потому что я ее ставлю в самые отдаленные места. В общем, то цвета ей не хватает. Ну, землю подсыпала. Чтобы не вытягивалась. Также, как все культуры, увлажняю листву. Вот у меня такой распылитель. Вот. Подкормила, конечно, уже в два раза. Вот таким удобрением. Это фертика. Кристаллон цветочный. Это водорастворимая. Просто посмотрела, что здесь комплексное удобрение. Все. Купила еще вот такое. Здравень. Вот. И вот такой акварин. Для цветения уже. Этот я применяю. Такие удобрения только для цветов. Вот. Так, это уже другой подоконник. Тоже лаванда. Это на отдачу. Здесь у меня растет земляника крупноплодная. Вот так она выглядит. Вот такие сорта села. Клубника супергигант. Заря земляника. Это безусая. И искушение гибрид. Это ремонтантная. Вот такой куст у меня один. Всего лишь вырос супергигант. Такой приличный кустик. Тоже каждый вечер орошаю листву водой, в которую разбавляю хлорелы. Чуть добавляю. Это искушение. Вот такое. Потому что зелень нарастает. Влаги не хватает. Приходится увлажнять. Это заря. У зари кустик более аккуратный. Ну, так. Это вот самый маленький. Он пошел в рост хорошо, поэтому я не стала его удалять. Это уже лаванда моя. Ну, для себя выращиваю. Три кустика у меня. Цветочки здесь будут лавандово-голубого. Тоже очень красивое растение. Так. Сеяла я ее 2-го, 0-2-го. Вот такой кустик уже приличный. Сейчас пакетик покажу. Вот такая. Мансит Стрейн. Видите, какая она красивая. Очень понравилась. И вот еще два кустика. Это лаванда еще. Это остатки томатов. Не нужны, но жалко выбросить. Так. Здесь у меня остатки, когда рассаживала вот эти томаты, это остатки. Оставила по одному сорту на всякий случай, если будут выпады. Вот растут замечательно. Здесь не удержалась, посеяла лук. Потому что я в тепличку свою, в которой находится в открытом грунте под стеклом, я посеяла лук на репку. Но не знаю, семена от элком семена. Схожесть у глоба здесь у меня, я сейчас покажу, одно семя всего лишь взошло. Поэтому все-таки я не рискнула и посеяла еще лук. Я его уже числа 10-го, может быть, вывезу в теплицу. Посеяла лук. Сейчас покажу какой. Ой, нет пакетика, нет. В общем, называется он фермер. Смотрите, какая всхожесть. Очень хорошо всходит. Посеяла я его, сейчас я вам скажу. Нет, нет. А, вот он, пакетик. Вот такой лучок фермер. Я его уже сеяла. Хорошая головка. Она до 300 грамм. Отличная для хранения. Посеяла, значит, я его 27 марта. То есть 25-го я его замочила, а 27-го посеяла в землю. И вот такие уже всходы замечательные. Очень хорошо взошел. Идеально просто. Это здесь у меня лук Exhibition. Вот, сеяла 21-го, 02-го. Вот так он у меня уже взошел. Здесь я немного сеяла. Два раза уже подстригала. На окне стоит у меня еще одна опложка с Exhibition. Тоже 21-го его сеяла. И так вот он хорошо взошел у меня. Тоже всхожесть. Прелестная. Значит, сейчас покажу. Это голландская линия. Вот такая. Exhibition. А вот здесь, где вообще проплешина большая, вот как раз я сеяла глобу от Elcom Semina. И вот взошло одно семя. Я здесь уже, видите, петельки стали появляться. Это я уже досеяла фермер сюда, чтобы место не пустовало. Вот, фермер я как раз написала. Замочила, вот правильно я сказала, 25-го, а посеяла 28-го сюда. А в ту пложку 27-го я посеяла. Exhibition я уже два раза подстригла. В обязательном порядке рыхлю между рядами. И когда происходит рыхление, чуть-чуть подокучиваю лук. Вот так, чтобы он у меня стоял как солдатик. Поливаю, значит, первые дни после всходов поливала гуматом калия. И уже два раза подкормила биогумусом. Также у меня есть зола. Золу я сыплю в междуряде. И слегка заделываю в почву. Все, вот такой у меня уход. Будет заваливаться еще. Вот у меня, наверное, через недельку я буду уже делать третью подстрижку. Как только позволит чуть-чуть погода, но это, я думаю, будет числа 10-го, я сразу же лук вывожу в теплицу. Весь вывезу. Он у меня стоит на подоконнике, сейчас без подсветки. Как только у меня лук фермер тоже хорошо взойдет, я его тоже выставлю на окно, чтобы было прохладно. Также у меня здесь открываю на микрощеле окно, чтобы было прохладно ему. Здесь же на окне у меня стоит корневой сельдерей. Вот он, красавчик. Видите, из-за того, что ему жарковато, чуть-чуть подкручиваются листы. Но тоже его брызгаю. Поливаю. То же самое. Тот же самый полив сначала гуматом. Я один раз подкормила биогумусом. Минералкой я на овощах вообще не пользуюсь. Только на цветах. Здесь у меня нераспекированный тоже корневой сельдерей. В общей плошке отсюда я его рассаживала по пакетам. Это еще одна ложка сельдерея. Вот так. Просто стоять на окне без подсветки сейчас. На столе возле окна еще рассада. Здесь у меня два черенка пеларгонии. Начеренковала я. Красного цвета. Самое обычное вообще. Сделала черенки. Засыпала свою землю. Поставила эти горшочки в пакет. Вот три дня они у меня стояли в пакете. А вот уже два дня стоят без пакета. Я думаю они прижились. Вот неделя считай прошла. Все стоит такое хорошенькое. Это у меня лобелия. Вот такая. Синие глаза. Это не плетистая лобелия. Она такая, знаете, кустовая, шарообразная. 10-15 сантиметров. Вот так она выглядит. Я ее один раз уже подстригла. Потому что она начала набирать бутоны. Вот. И мне пришлось состричь. Ну, чтобы еще и более кустистая была красивая. Тоже достаточное количество. Вот ни больше, ни меньше. Все как мне нужно. Так. И дальше моя. Это стоит земклуника. Купчиха. Я показывала видео, как пришла посылка. И как я их высаживала в эти горшки. Вот. Посмотрите. Хорошо пошла она. Это листики уже свежие. Вот старый лист. А это уже новые листы. Вот. Здесь похуже чуть-чуть. Но листики лезут. Сердечко живо. Вот лист пошел тоже. Уже свеженький. Вот листочки. Сейчас выйдут все свежие листы. Молоденькие. Старые. Я убирать буду. Потому что сейчас они дают питание. Дают рост новым. Потом срежу. Вот кустик тоже хороший. Вот так. И вот. Самый под вопросом это остается вот. Вот этот куст. Никак он не пойдет. Но я чуть-чуть раскрыла вот здесь серединку. Я смотрю. Наверное на камеру не будет видно. Я не хочу сейчас повредить что-либо. Но вот здесь зеленушка лезет. Но посмотрим выкарабкается или нет. Конечно я очень-очень ухаживаю. Эта вся рассада тоже стоит под лампой. Обязательном порядке. Ее подсвечиваю. Единственное что я еще вчера выломала все цветоносы. Не знаю видно сейчас будет. Солнце очень сильно светит. Вот видите сколько цветов. Это убрала старый лист. И вот сколько цветоносов. Сейчас конечно ей категорически нельзя цвести. Набирать ягоду. Потому что она должна укорениться. Горшки большие. Здесь по 700 миллилитров. Этого достаточно. В мае хочу уже высадить полноценное хорошее растение. И уже тогда можно говорить о какой-то ягоде. Или о размножении ее. Так как выхаживаю. Разбавляю байкал. Эм проливала. Здесь у меня эпин. Первые дни я работала по листу эпином. Чтоб снять и стресс. И гуматом калия я проливала. Это уже подкоренила. И через недельку я подкормлю ее биогумусом. Я думаю мне удастся ее поднять. И высадить уже хорошую рассаду в открытый грунт. Оставила. Видите я комнатных цветов совсем чуть-чуть. Вот такие оставила. Вот этот горшочек. Кактусы. Все остальные цветы вывезла. Потому что рассаду ставить некуда. И получается, что ущемляются и домашние растения, и рассада. Поэтому все домашние вывезла. Остался еще фикус у меня здесь вот такой громедный. И немножко вот этой плетистости оставила. Итак, хочу вам еще, вот пока не забыла, показать баночку закрутки сейчас. Вот об этой закрутке я говорила. Хочу показать сегодня. Потому что она осталась последняя баночка. Великолепный рецепт. Я его придумала сама. В плане не рецепта придумала, это рецепт моей мамы. А составляющие. Смотрите, о чем я хочу сказать. Здесь перец сорт Рамира. А томат, томатный сок, это сорт Загадка природы. Вот тоже последняя бутылка осталась. Смотрите, он такого оранжево-желтого цвета. Красивый густой сок. Это перец в сладкой подливе. Вы не представляете, как это вкусно. Вот этот перец Рамира в этой заливке томатной от Загадки природы. Великолепный вкус. Я не люблю, когда перец, знаете, прям от мяса мяса, когда он очень толстостенный в лечо. Не люблю. А вот перец Рамира, он же такой, знаете, можно сказать, он ближе, наверное, к тонкостенному. Там до 5 мм стеночка у него. Но по вкусу он совершенно отличается от обычного перца. То есть перец, он имеет такой, знаете, вкус и запах перечный. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я хочу сказать. А вот Рамира у него совершенно такой другой вкус. У него нет этого явного запаха. Он такой сладковатый. И вот именно в лечо, перец Рамира и томатный сок Загадка природы просто великолепно. Это я в прошлом году так сделала эксперимент попробовать. Я закрывала 10 баночек. Ни одной баночки больше не осталось. Вот эту баночку держу, чтобы снять, вам показать. И вот сегодня мы ее будем открывать. Очень красиво получается. Очень вкусно. И ест даже ребенок. Вот. Так что у кого есть такая возможность, попробуйте закрыть вот именно вот таким составом. Я в прошлом году, я не снимала этот рецепт, а в этом году сниму. Именно вот так выглядит моя рассада на 31 марта. Я в этом году не распылялась на рассаду. Посадила все то и в том количестве, сколько мне нужно. Потому что у меня в этом году есть одна идея, которую мне нужно осуществить. А на это нужно очень много времени. Поэтому посадила все, можно так сказать, необходимое. Сейчас еще хочу снять видео, что я буду сеять в апреле месяце. Потому что очень много задают вопросов по лагинарии, по прививке, по огурцам, по арбузам. Поэтому сниму видео, что буду сеять и когда буду делать прививки в апреле месяце. Все. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Всем пока.